В ноябре 2015 года капитан полиции Юрий Святкин отправился из родной Мордовии в командировку на Северный Кавказ. Но вернуться домой настоящему стражу порядка было уже не сождено. 15 февраля 2016 года Юрий ценой собственной жизни предотвратил трагедию. Не дал террористу-смертнику попасть в пункт временной дислокации, где в тот момент находился сводный отряд полиции Мордовии из 52 человек. За верность службе и долгу указом президента России Юрий Святкин был нагорожден орденом мужества. Посмертно. Однако память о нем живет и передается новым поколениям. Имя настоящего полицейского носит республиканский футбольный турнир. Солдат жив. Он не погибает на поле боя. Пока живет его память, жив и солдат. Почетные гости турнира семья Юрия Святкина. Его дочь Кира на церемонии открытия вместе с коллективом «Вдохновение» приветствовала всех танцевальным подарком. А сын Юрия Святкина Саша символично ввел мяч в игру. Семья служителя закона и порядка запомнила своего самого родного человека примером мужества. Жена и дети Юрия признаются. Он всегда остается с ними и память о нем не умрет никогда. Очень тяжело переживаем его утрату. Нам его очень сильно не хватает. Но он всегда останется в наших сердцах, в нашей памяти. Таким же прекрасным, замечательным отцом, прекрасным мужем. Мы его чувствуем. Он будет всегда для нас жить до тех пор, пока мы его помним. Мы его никогда не забудем. Всегда будем его любить и помнить. Хочу быть похожим смелым и добрым. Папа замолнился мне как самый добрый, самый смелый, самый любимый вообще человек, мужчина. Он своим поступком доказал нам, что он настоящий герой. Футбольный турнир памяти Юрия Святкина проводится среди команд восточных районов Мордовии. Ведь сам капитан родом из села Павадимова Дубенского района. В полуфинале между собой сыграли Отяшева и Дубенки. Эта встреча завершилась победой отяшевцев. Команде Ордатова противостояла Чамзенко. В итоге бескомпромиссные борьбы ордатовцы победили. Таким образом, в бронзовом матче сыграли ребята из Дубенского и Чамзинского районов. Противостояние за третью ступень пьедестала, несмотря на юный возраст игроков, было серьезным. Сильнее оказались футболисты из команды Дубенки, легко обыгравшие Чамзинку. Ну а в финале сыграли Отяшева и Ордатов. Первые боролись упорно и стали обладателями главного трофея. Ордатовцам досталось почетное серебро. Турнир прошел быстро, ведь играли всего четыре команды. Но в будущем он станет традиционным. И уже в следующем году соберет больше коллективов из разных районов республики. Наша главная задача была почтить память нашего земляка, нашего героя. И чтобы наши детишки из районов сыграли на арене Чемпионата мира. Вы видите, какой для них это праздник реально. Это в первую очередь еще и ватриотическое воспитание наших детей. Турнир этот будет, как уже было объявлено, традиционным, ежегодным. Формат, конечно, чуть команда увеличится, чтобы это не однодневный будет турнир, а полноценный турнир с участием 16 команд. С пустыми руками не ушел никто. Кубки и медали получили все команды. Также отметили и сильнейших игроков в разных номинациях. Лучшим вратарем стал Андрей Ляхов из Ордатова. Нападающим его сокомандник Илья Бакунов. Лучшим защитником признан Даниил Сурадеев из Дубенок, а полузащитником Богдан Асташкин из Чамзинки. Награду как лучший бомбардир получил Владислав Жибаев из Отяшева. Лучшим игроком турнира стала его землячка. Единственная девочка среди четырех команд Анастасия Дичкова.